Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Горячие выходные. 200 домов безымянки чуть не остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ. ТЭТ-АТЭЦ с мэром. Глава Самары провел личный прием граждан. Бросай диван, вставай на лыжи. Экологический спортивный марафон запросил самарцев на ту сторону Волги. Почти 200 домов сразу в трех районах Самары чуть не остались без тепла. Из-за аварии на безымянской ТЭЦ отопление в квартирах пришлось снизить до минимума ЧП. Она случилась в субботу. Устраняли совместными усилиями городской и районных администрации, МЧС и энергетической компании. Олеся Корецкая восстановила хронику инцидента. Сбой в работе оборудования безымянской ТЭЦ произошел в 8 часов утра в субботу. В зоне действия аварии оказались 182 дома, почти 10 тысяч жителей советского, кировского и промышленного районов. Отопление в квартирах не отключали. Батареи работали на пониженном давлении. В каждом из трех районах было создано утром штабы. Штабы оперативно отработали и пошли вместе с управляющими компанией обходить по домовой обход. Мы фиксировали температуру, которая понизилась немного. Социально значимые объекты, которые также попали в данную зону, были взяты под контроль. И понижение температуры ниже 20 градусов не допущено. К обеду технические неполадки на ТЭЦ устранили, провели восстановительные работы. Тепло возвращалось в квартиры постепенно, до 18 часов в субботу. Причины технологического нарушения будут расследованы, комиссии зафиксированы. Если произошла коммунальная авария, в квартире отключили отопление, в городской администрации и МЧС советуют самарцам звонить на телефоны горячих линий, указанных на экране, и сообщать обо всех ЧП, чтобы работа по восстановлению тепла шла быстрее. Алина Чемерис, Олеся Карецкая, Артем Сулайманов, События. Многодетной семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, помогут решить квартирный вопрос. А по фактам незаконной вырубки назначат проверку. Глава Самары провел прием граждан. Олег Зверев тоже выслушал проблемы жителей. Жилье для многодетной семьи. Юлия Широкина одна воспитывает семерых детей. А после пожара оказалась на съемной квартире. За помощью в решение квартирного вопроса обратилась к главе города. На встречу Юлия пришла вместе со Свекровью. Прописана вся ее семья, у Юлии Сергеевны, в Октябрьском районе. В этом Октябрьском районе по улице Мусовского 17, квартира 2. Я лично сама туда уже ездила посмотреть, что это за место такое. Место такое, что там раньше был частный дом. Но в 2003 году случился пожар. Я вам хочу сказать спасибо за то, что вы с губернатором всегда вместе. Это очень радует. Семье предоставят трехкомнатную квартиру из маневренного фонда. Но перед этим жилье отремонтируют. А дальше вместе с областным правительством будет решаться вопрос о том, чтобы семья получила квартиру на постоянной основе. Определяйтесь по дате, когда будет возможно съездить, показать, наверное, понедельник-вторник. Понедельник-вторник. И дайте предложение по срокам ремонта косметического. Параллельно оформляйте документы. И дайте предложение по стоимости трехкомнатной квартиры. Наверное, трехкомнатная нужна будет, если говорить о покупке. Кроме квартиры, семье помогут устроить старших сыновей на более высокооплачиваемую работу. По поводу жилищного вопроса для ветерана войны обратилась еще одна жительница Самары. Ей тоже помогут его решить. А вот Николай Иванович Грак обратился как общественник по вопросу благоустройства в промышленном районе. Уже не первый десяток лет он ведет войну против беспорядка на улицах. За это время папка с документами превратилась в чемодан. На моем повороте, где 99 берез, я сам лично вырастил, были под ноль снесены. Они за день, ночь ставят киоски. Шурму поставили, фотографии есть. Парень, я лично вызывал. Пьем ножки. Шурму, бусруму, подтверждающий все документы, все снимки, все есть. Это все до вас было. До вас. Все вы поубирали. Администрации района дано поручение провести проверку и на месте разобраться по всем фактам. А пожелание Николая Ивановича, чтобы его микрорайон Приволжский преобразился к чемпионату мира по футболу. И весь промышленный район тоже. Впрочем, сейчас начинается год масштабного благоустройства Самары. И вот такие общественники могут оказать неоценимую помощь. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Не просто понедельник. Сегодня первый день Масленицы. Называется он Встреча. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. Встрину верили, чем дальше катится саня, тем лучше будет урожай. И солома делали чучело Масленицы, одевали его в старую женскую одежду. Затем это чучело ставили на снежной горе, с которой и начиналось катание на санях. В Самаре на главной городской площади уже установили куклу Маслену огромного размера. Она даже выше новогодней ели. Ну а завтрашний день, вторник, называется «Заигрыш». В этот день приняты были веселые игры. Главное блюдо праздника блины на Руси появились более тысячи лет назад. За это время запретено множество способов их приготовления. Если у вас есть уникальные рецепты блинов, выкладывайте их в соцсети с хэштегами «Самара Гис» и «Масленица Самара». Итоги подведем в понедельник, 27 февраля. Победителей наградим вкусными и приятными призами. А лучшие фото и ваши рецепты мы покажем в программах «События» и «Точка.ру». Далее коротко о других темах дня. В Самаре у трамвая на ходу отвалилось колесо. ЧП произошло на пересечении улиц Юных Пионеров и Советской. По словам очевидцев, работники ТТУ пожаловались, что такое происшествие они видят впервые за 20 лет. Обошлось без пострадавших. Движение трамваев на некоторое время было остановлено. «Автоваз» с сегодняшнего дня вернулся на пятидневный режим рабочей недели. Последние четыре месяца там работали четыре дня в неделю. На такие меры предприятие пошло для того, чтобы не сокращать коллектив в условиях снижения спроса на российские автомобили. Кроме того, сегодня на «Автовазе» начал работать индустриальный парк. В него вошли бывшие здания Волжского машиностроительного завода и другие площадки «Автоваза». В течение 2017 года в структуру нового подразделения передадут еще несколько объектов. В зданиях разместятся новые производства «Автоваза». Сегодня завершается прием заявок для участия в акции «Где родился, там и пригодился». Из 35 муниципальных районов и малых городов региона поступило около 800 заявок. В ближайшие дни на сайте появятся рассказы обо всех молодых специалистах. Участниками акции стали представители самых разных профессий. Врачи, учителя, агрономы, инженеры, механизаторы, библиотекари и многие другие. С 27 февраля в школах области начнутся классные часы, на которых молодые специалисты расскажут старшеклассникам, как они выбирали профессию и почему решили остаться на малой родине. На региональном этапе конкурса в сентябре в финале встретятся 12 самых активных участников, один из которых получит звание «Лучший молодой специалист Самарской области-2017». Центр занятости на улице 22-го партсъезда временно поменял адрес для приема граждан. Предоставление всех госуслуг для жителей Кировского, Советского и промышленного районов будет временно осуществляться по адресу улицы Фрунзе, 115, на пересечении с Некрасовской. В случае неявки следует сообщить о причине по телефону, которое вы видите на экране. 23 февраля в Самаре отметят День защитника Отечества. В 11 утра цветы к вечному огню на площади славы возложат первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевысковой армии, ветераны, представители общественных организаций. В 12 часов у монумента «Ладья» состоится большой казачий праздник в программе развертывания этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт с выступлениями фольклорных коллективов. А в 9 вечера у «Ладьи» состоится праздничный артиллерийский салют. Большой лыжный забег прошел в эти выходные в Самаре. Экологическая лыжня – новый спортивный марафон, который обещает стать традиционным. Сотни участников собрались на набережной Волги, чтобы совершить бросок на другой берег. И таким образом не только улучшить свое здоровье, но и привлечь внимание к защите окружающей среды. Участников лыжного забега провожала Олеся Корецкая. Бросай диван, вставай на лыжи. Здоровьем будешь не обижен. Под таким шутливым лозунгом собираются участники на набережной у памятника Григорию Засекину на экологическую лыжню. Внимание к природе неспроста. 2017-й объявлен годом экологии. Это прекрасно, это нас радует, но в то же время это ко многому обязывает. Обязывает что? Беречь природу, беречь воздух, воду, землю, животные, растительный мир. Последние приготовления перед забегом. Участники проверяют экипировку. Здесь и профессиональные спортсмены, и любители. Людмила Ларина ходит на лыжах с детства. Любимый маршрут, как и у большинства самарцев, по Волжскому льду. Я лыжница со стажем, конечно. Но в соревнованиях более не участвую. Просто с семьей за Волгу ходим часто. Ну, с детства нравится, а потом как бы здоровье. Дом неохота сидеть. Ну, я здоровый образ жизни, поддерживаю всегда, моржуюсь. И всем рекомендую делать зарядку, поддерживать здоровый образ жизни. Если будет нация здоровой, то, я думаю, всегда будет везде качественно, все хорошо. Экологическую лыжню проводят совместными усилиями Департамента городского хозяйства, коммунальной компании и Всероссийского общества охраны природы. В Самаре сейчас активно ликвидируют свалки, постепенно переводят город на раздельный сбор мусора, следят за его своевременным вывозом. Чистая планета начинается с малого, говорят организаторы экологической лыжни. Мы все-таки в последнее время, кажется мне, что много говорим и мало делаем. И поэтому мы решили оторваться от диванов и сказать жителям, что от нас-то требуется очень немного не сорить, не мусорить, облагораживать. И поэтому я очень надеюсь, что мы подарим этой экологической лыжней кусочек чистоты всем жителям города. Тот человек, который поедет 10-15-20 километров, на мой взгляд, он элементарно не выбросит тот же обертку от конфеты, он элементарно не закурит и не выкинет окурок на проезжую часть, на территорию, допустим, той же нашей красивой набережной. Трасса всего марафона больше 40 километров. Самые тренированные планируют дойти через Волгу к национальному парку Самарская Лука, природной жемчужине Поволжья. Объявляют старт. Погодка не то, чтобы шепчет, скорее ворчит, но это участникам Самарской экологической лыжни не проблема. Больше 300 человек отправляются в путь на правый берег Волги. Цепочка лыжников быстро растягивается по всей Волге. Первого участника уже не видно, а кто-то еще только встает на лыжи. Но проигравших здесь не будет. Это тот случай, когда участие в спортивном марафоне и есть победа. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Концертная программа «Самары. Город трудовой боевой славы» завоевала первое место на фестивале самодеятельного народного творчества, рожденной в сердце России. Призеров наградили на сцене Академического театра оперы-балета на итоговом галоконцерте. Это уже четвертый по счету фестиваль. На этот раз свои работы представили более 5000 участников всех возрастов. Наиболее талантливые коллективы, а это более 1000 человек, выступили на итоговом концерте. Самым юным призером фестиваля стал хореографический ансамбль из Хворостянского района, а самым возрастным – мордовский фольклорный ансамбль из Борского района. Фестиваль проводится по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Из его рук победители получили ценные призы. Барды сверили песни. В Самаре прошел традиционный зимний грушинский фестиваль. В этом году в программе четыре концерта и творческая встреча. А в числе участников – представители новой волны авторской песни и барды со стажем. Их творчеством прониклась и наша съемочная группа. Мы живы, оттуда поем, Вода, наши песни, мы живы. В зале филармонии «Аншлаг» на финальном концерте зимнего грушинского фестиваля собрались исполнители разного возраста. В этом году в программе выступления молодых талантов и уже известных бардов не только Самарской области, но и всей страны. Для меня грушинский фестиваль – как вторая семья. Вы знаете, вчера приехал, и видишь, когда близких к тебе людей, какое-то происходит вдохновение сразу. Это всегда почетно. Я очень рад, что я влился в эту семью. Уже много лет приезжаю, представляю творчество Владимира Александровича Высоцкого. Это большая честь. Сами музыканты называют зимний грушинский репетицией перед масштабным летним фестивалем, поэтому и финальный концерт трехдневного музыкального праздника назвали «Сверим наши песни». Грушинский фестиваль дарит нам всем новые, прекрасные, яркие песни. Вот всегда приходят люди, которые без песен жить-то не могут. И в течение года, конечно же, они много поют и пишут новые песни, встретятся с друзьями, чьё мнение для них очень важно, и сверить свои песни – это уж, как говорит, сам Бог велел. Песни «Сверины» барды прощаются со зрителями, но ненадолго. Ценители авторской песни встретятся с любимыми исполнителями совсем скоро. Подготовка к летнему грушинскому фестивалю уже началась. В этом году он пройдет на Мострюковских озерах уже в 44-й раз. Будут песни ваши петь, всего света голоса, Будут шапки вашу честь улетать под небеса. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Консилиум в режиме онлайн, в Самаре развивается телемедицина. Круто ты попал на ТВ, школьники и студенты на Дельфийских играх учились в тележурналистике. Больничный All-Inclusive, палаты ветеранов войн оборудуют бытовой техникой. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин